Привет! С вами Алексей Пучков, специалист по связям с общественностью компании Роско. Шопинг любят многие. Однако иногда встает вопрос о необходимости возврата купленного товара в магазин. Причины могут быть самыми разными. Необдуманные покупки, приобретение вещей, которые просто разонравились во время домашней примерки и прочее. Но все ли товары можно вернуть? И на какие из них такая возможность не распространяется? Узнайте в нашем новом видео. Если купленный товар оказался ненадлежащего качества, здесь с возвратом, как правило, не возникает никаких проблем. Данный процесс будет регулироваться статьей 18 закона о защите прав потребителей. Если же товар отвечает своим потребительским свойствам, право на возврат у покупателя также будет иметься. Но с некоторыми исключениями. Процедура теперь будет регулироваться не только вышеуказанным законом, но и постановлением правительства. Возврат каких категорий товаров нельзя осуществить? Все товары, перед покупкой которых желательно подумать о причине невозможности их возврата, можно разделить на три основных категории. Первая категория наиболее обширная. Это официальный перечень особых товаров, утвержденный постановлением правительства. В него входят Товары для лечения заболеваний и осуществления их профилактики дома. Предметы личной гигиены. Парфюмерия и косметика. Товары, реализация которых осуществляется по метражу. Трикотажные изделия и чулочно-носочная продукция. Изделия, имеющие непосредственный контакт с пищей. Бытовая химия, средства для обработки растений. Предметы мебели и мебельные гарнитуры. Товары, ювелирные изделия, автомобили, прогулочные суда, прицепы и техника малой механизации для сельскохозяйственных работ. Технически сложные устройства, электроприборы, компьютеры, оружие и комплектующие для него, животные и растения, непериодические печатные издания. Товары из данной группы получатся вернуть лишь в одном случае. Появление неисправностей, брака или других недостатков. В юридической практике споры о возвратности или невозвратности конкретного товара возникают часто. Тут в дело идет изучение индивидуальных характеристик предмета. Например, гражданин приобрел рыбопоисковый эхолот для подводной охоты. Буквально на следующий день на прилавке другого магазина он увидел более современную модель и решил вернуть первый прибор. Сотрудники отказали, мотивируя это тем, что данное устройство технически сложное. Покупатель обратился в суд и выиграл дело. Суд не согласился с додами продавца. Это обычный навигационный инструмент, подлежащий возврату даже при надлежащем качестве. При возникновении сложной проблемы юридического характера порой крайне необходима грамотная консультация. Это оперативный, надежный и результативный способ решить вопрос, не имея определенных знаний и навыков судебной практики. Для получения помощи от компании Роско позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через форму обратной связи. Все контактные данные вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Ко второй категории относятся товары, которые априори подлежат возврату, но его невозможно осуществить по причине несоблюдения условий возврата со стороны покупателя. Чаще всего нарушения выражаются в следующем. Отсутствие целостности упаковки. Такой товар можно сдать обратно, но здесь все будет зависеть от конкретного случая. Возврате могут отказать по причине невозможности последующей реализации товара без упаковки. Например, открытый рулон обоев. Нарушение товарного вида, который имелся у предмета на момент его приобретения. Здесь закон встает на сторону продавца, ведь он не сможет в будущем реализовать такой товар по полноценной стоимости. Отсутствие бирок ирлыков. Отсутствие товарного чека, по мнению многих продавцов, может служить основанием для отказа в возврате товара. Однако такое подтверждение противоречит пункту 5 статьи 18 закона о защите прав потребителей. Во-первых, чек можно восстановить в магазине. Необходимо назвать дату покупки, и продавец сможет проверить информацию по электронной базе. Во-вторых, подтвердить факт приобретения можно другими способами, например, свидетельскими показаниями. К третьей категории относятся продовольственные товары, то есть все виды продуктов, которые мы употребляем в пищу. Их возврат будет возможен только при приобретении продукта с истекшим сроком годности или ненадлежащего качества. Как осуществить возврат? Если товар надлежащего качества необходимо сдать в магазин, действуем следующим образом. Убеждаемся, что выполнены все условия возврата. На товаре отсутствуют следы использования, имеются все заводские бирки, упаковка не нарушена. Помним о двухнедельном сроке возврата. Лучше не тянуть и обратиться к продавцу как можно быстрее. Собираем чеки и другие документы для подтверждения покупки. Если их нет, просим продавца найти необходимую информацию в базе. Отправляемся в магазин с товаром и сообщаем о своих намерениях. В большинстве случаев составление письменного заявления не потребуется. Если продавец отказывает, ссылаемся на статью 25 закона о защите прав потребителей. Ранее приобретенный товар может быть сдан обратно в магазин даже при отсутствии брака. При этом покупатель не обязан объяснять причины своего решения. Главное выполнение основных условий. Товар не входит в особый невозвратный перечень. Заводская упаковка и бирки сохранены. Подтверждающий покупку чек или другие документы имеются на руках. С вами был Алексей Пучков. Если остались вопросы, пишите их в комментариях под видео и юристы компании Роско с удовольствием вам ответят. И конечно подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе, будь с Роско. 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 Продолжение следует...